АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ солдата, но он остался жив. Недавно снова прорвал. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, юпитера горят, к девяти солдата подвезли. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что, жизнь на нас забрасывает? Случалось вам удивиться, весной в центре города сухо, чисто и вдруг толпа в грязи, в тине, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Раз уж попал туда, то либо там сиди, либо отцу, но не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка и слышит, помогите, помогите, ну уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок, у самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Забыл, что выходить-то нельзя, его ж с этим условием вселяли. Ну, скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Респонденты добежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок. Казалось бы, совсем не романтическая профессия водитель троллейбуса, но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил. Любовался им и не знал, что дом прославит его. Всем известно, что раствор хорошо держит, если в нем есть цемент. Но если с каждой машины килограмм по 200 утянуть, раствор будет держать хуже. Если украсть 500, раствор можно будет перемешивать лопатой, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала, и дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. А где-то 40 тонн бумаги горело в складе, электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 200 вынес, а другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь, где-то рвануло, где-то упало, где-то сломалось. И всегда найдется он. Он вытащит, он влезет, он спасет. Хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежат под машинами на дорогах наших в снег и в дождь? Конечно, с запчастями, с лесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, холод и взной, за 500 километров от устья луча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой, только ты этого не знаешь. И не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме. Ибо подвиг одного это очень часто преступление другого. Жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества.